В этом мастер-классе мы поговорим о выборе посуды для заливки. Небольшие советы мои, которые я приобрела на горьком опыте. И вот с вами делюсь, чтобы вы не повторяли мои ошибки. По поводу заливки чашек. Я выбрала маленькую, удобненькую. Она и для десерта очень хорошенькая. Вот ее мы будем заливать. Но каких стоит избежать ошибок при выборе посуды? Давайте я начну с вот этой. Не выбирайте горлышко, чтобы было уже, чем жопка. Чтобы горлышко у кружечки не было уже, чем ее попка. То есть, смотрите, если вы даже выбираете такую кружку, ну даже там поменьше чуть-чуть, вам с ней нужно еще будет поработать. Потому что когда тут будет силикон, то есть смотрите, как выглядит молд. Вот это, вот это, это наша внутренность чашки. И вы просто-напросто не вытащите, если вот это место будет шире, чем горлышко, не вылезет из матрицы и не вылезет даже из модельки, не достанете такой молд. Поэтому прежде, если вы все-таки хотите какой-нибудь там горшок отлить, либо бокал, бокал вы тоже часто у меня спрашиваете, вот тут шире, чем горлышко. Поэтому у вас не вытащится серединка силиконовая, вот я вам гарантирую. Если хотите, вам нужно, ну допустим, какой-нибудь рюмочка поменьше будет, где вы сможете залезть. То есть нам нужно вот это вот туда пластиком, либо пластилином залепить это широкое место. То есть все-таки, чтобы у нас зливочное место было такое, цилиндрическое. Чтобы оно цилиндриком вытащилось. Надеюсь, я понятно объяснила. То есть это первое условие. Вот чтобы вот эта часть внутренняя была цилиндрическая. Даже такую кружку можно отлить, но с ней надо поработать. То есть ее нужно залепить тут тоже пластилинчиком, чтобы внутрянка не была такая обширная. Потом, следующие рекомендации по поводу выбора ручки. Я вот сотейничек тоже такой приготовила, потому что он симпатичный, но заливать его будет сложно, вообще сложно. Тут надо будет залепливать пластилинчик вот прям от горлышка, потому что вот он уже вот тут закругленный, видите? Там надо будет прям залепливать пластилином хорошенько, чтобы можно было вытащить. Так, по поводу ручки, пожелания. Смотрите, ну в любом случае у нас у молда вот здесь будет надсечка. Это разрез вот, где ручка. Под ручкой. Об этом я вам покажу в первом, в следующем видео. То есть мы вот тут будем разрезать. Вот тут вот зальется силикон, да? И мы когда будем его снимать, молд, да, с матрицы, мы тут сделаем надрез, он рассоединится. Рекомендация. Есть такие ручки, вот когда вы держите, и у нее вот тут вот такая загогулина идет. Вот такая. Ну вот так как-то идет, да? Вот это загогулина, это стопроцентный карман. Карман, воздушный карман. То есть вы когда будете заливать силиконом, вы зальете силиконом, но вот это, допустим, будет заливочное место. Вот представим, что это пустота. То есть вот она чашка вверх ногами заливается вот сюда. То есть вот он молд, вот сюда заливается заливка. И вот заливается, и заливочная масса идет, 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 идет. Вот тут ручка. Вот заливочная масса поднимается, поднимается, и представьте себе, вот до сюда она дошла, вот до этого места, вот до этого. И если бы здесь была такая загогулина, которая отдельно, если бы она прилегала, если будет прилегать загогулина эта, ну бывают такие ручки витееватые, тогда она бы залилась. Но если только она отсоединяется от самой кружечки и идет отдельным таким декором, то заливочная масса вот сюда дойдет, и все, а это место будет не залито, понимаете? В этом случае делают литнички для вывода воздуха, но об этом мы сегодня не будем говорить, я просто вам говорю, что залить вообще возможно, все воздушные карманы можно избежать, но нужно предусмотреть вот эти все литнички. В дальнейшем у нас обязательно будут такие мастер-классы сложные, когда я буду говорить и про литнички, и про кожухи, только это не на этом потоке, хорошо? Так, про ручку я понятно объяснила, сейчас я еще на этой кружечке также объясню. Вот смотрите, вот он молд, ну условно говоря, это не от нее молд, но понятно, да? Это заливочное место, вот оно, вы заливаете вот вокруг молд, да, заливаете шоколад, и опять же, ну шоколад, либо там это может эпоксидка, вот заливаете, заливаете. Вот до этого места дошло, дошла заливка, а вот это будет пустота. Если бы вы соединили вот здесь, то есть если такая кружка будет, какая-то чашка, кружка, обязательно тут долепите пластилинчиком, соедините это место, потому что вот это, это воздушный карман, 100%. Опять же, либо литничок на выход делается, лепится, либо соединяется с основной моделькой. Вот, по поводу глубины поняли, ручку поняли, какая-нибудь, если еще будет у меня идея по поводу посуды, я вам обязательно сообщу. Дальше мы создаем молд, это молд, который уже для тиражирования, в следующем я видео покажу молд для себя. А старшеклассникам я покажу, как сделать вот такой молд со ступенькой, ой, как сделать матрицу со ступенькой, чтобы получить молд для тиражирования, чтобы была вот удобная и ручечка, и донышко, чтобы он был экономный. Все.